Всем привет дорогие друзья, с вами Феосфан и это очередное видео по игре Lords Mobile и в общем у нас тут вышло обновление и знаете я не то чтобы хочу вам рассказать про обновление, я хочу сам посмотреть обновление, потому что если честно, ну как бы я прочитал при его установке что там нового в игре, маленько писали в официальной группе ВКонтакте об этом обновлении, но сам я его не смотрел и я думаю мы сейчас вместе с вами как бы это будем разбираться с обновлением походу, добавили я так понимаю два здания в игру, так у нас вот здесь что-то есть, выиграйте групповое сражение в бастионе хаоса чтобы открыть это строение, ну да там писали про лабораторию в которой мы вроде как, то есть мы будем сейчас на карте находить бастионы, на них можно будет организовывать групповые атаки, в которую будут включаться члены вашей гильдии и в этих бастионах можно будет зарабатывать какую-то эссенцию и вот эту самую эссенцию можно будет тратить вот в этих вот лабораториях на что-то, на какие-то улучшения наверное, на какие-то подарки там, ну в общем с этим еще предстоит разобраться также у нас вот здесь на острове, там где у нас находится сокровищница и там где у нас находится алтарь появилась новая постройка, лабиринт место где собираются злые и подлые звери и многие хранятся секреты, в его глубинах можно найти удачу, но только звезды позволят вам находиться в нем так, ну и где нам взять звезды, давайте нам предлагают сюда зайти тьма непреодолима, ваши герои едва могут сдерживать натиск монстров, позвольте мне протянуть им руку, давай напев так ты, холодная богиня, над вечно пламенной душой царишь и властвуешь поныне, как та холодная святыня над вечно пламенной звездой что она попела, это как-то мне помогло, а вот мне дают использовать эти звезды, которых у меня 0 штук, ну типа у меня их нету, но мне их дают сейчас использовать один раз бесплатно так, вы получите награду после каждой атаки, вот мы получили 1000 энергии, но вот следующая атака нам уже не бесплатна, для этого нам потребуется 100 звезд так, здесь что-то 900 самоцветов, 9 миллионов самоцветов, это что, это кто-то выиграл, да, это кто-то выбил здесь это похоже, знаете, это что-то типа джекпота, лотерея, знаете, это как во многих играх есть лотерея и похоже она вот сейчас появилась лотерея в лордс мобелл я даже не знаю, вот видите, тут бьешь этого ледокрыла, видать каждый раз, когда ты бьешь ледокрыла и там кто-то бьет ледокрыла добавляется небольшая сумма самоцветов к джекпоту и у него тут есть здоровье, я за удар снес ему 10%, наверное, когда у него здоровье упадет до нуля и я его убью, я получу либо какой-то более весомый бонус, либо может быть получу шанс вот как раз сорвать джекпот здесь у нас еще особое событие, сразите стража, хватайте добычу и бегите, сейчас вот, сейчас 900 тысяч, типа джекпот ой, блин, что-то я не прочитал, что она там написала, причем есть элитный, вы еще не открыли элитный режим, а я пока что просто на обычном ну что, похоже, больше я, вот здесь есть у нас подсказка кто отважится войти в полные опасности лабиринта, опасные твари таятся в тенях, сокровища, могут быть за каждым углом осмелитесь ли вы вмешаться, первое, звезды, только свет звезд может навредить созданием лабиринта убедитесь, что приобрели их достаточно в магазине второе, режим, каждая атака требует 100 звезд, вы получите награду после каждой атаки каждая атака требует 1000 звезд, это уже в элитном режиме, после каждой атаки вас ждут невероятные награды элитный режим открывается после приобретения любого набора, в который входит золотой бонус ну это, в общем, надо маленько задонатить, или не маленько, я даже не знаю, на самом деле, вот по донату не разбираюсь специальные события, божественное благословление, богиня Афина может благословить ваших героев своей силой когда благословение активно, вам не нужны звезды, чтобы нападать на создание лабиринта в своем путешествии сквозь лабиринт вы можете встретить одного из стражей не упустите его, сразите стража и заберите его сокровище то есть, иногда, как бы, можно будет во время события сражаться, не используя этих звезд эти звезды можно купить в магазине ну давайте посмотрим, что, я так понимаю, джекпот растет по мере того, как люди бьют этого ледокрыла причем растет неплохо, да, событие не так давно началось, а уже миллион самоцветов то есть, кто-то, и кто-то уже выиграл если так дела пойдут и дальше, то, ну, я не знаю хотя это может быть на все сервера распространяются, или только на наш а, нет, смотрите, на все, потому что это 22 сервер, это 82, это 29 в общем, кому повезет среди всех игроков так, ну, они сказали, что в магазине можно звезды купить я не знаю, за самоцветы, наверное, давайте посмотрим так, уникальное, уникальное пока что я ничего такого а вот, вижу 1000 звезд стоит 2200 самоцветов 100 звезд стоит 240 самоцветов ну, это, знаете, это как бы потратиться и иметь возможность сорвать джекпот или, если не сорвать джекпот то получать такие маленькие, типа, призы ну, там, типа, 1000 энергии которые, по сути, 240 самоцветов, конечно же, не стоят я думаю, что, знаете, я не азарный человек поэтому я на звезды тратиться не буду но, возможно, иногда там будет действительно везти то есть, я так понимаю, время от времени мне все равно бесплатные попытки будут перепадать ну, что ж, теперь осталось все-таки с этим понятно это просто как бы лотерея внутри игры здесь используем звезды звезды иногда можем получить бесплатно можно также купить за самоцветы тратим их и получаем небольшие призы ну, и если адски просто невероятно повезет то можно сорвать джекпот давайте теперь все-таки отправимся на карту мира и нам нужно для нашей лаборатории найти хотя бы один бастион и посмотреть, как проходит сражение в бастионе ну, что, я думаю, это... а, вот, смотрите, я сразу вижу бастион смотрите, да их тут немало требуется групповая атака давайте разведаем посмотрим, что находится внутри бастиона тут у нас есть сразу же соседний как удачно и первого, и второго уровня вот мы их сейчас оба посмотрим как раз узнаем, что в них может быть так игрок крепость использовал контрразведку нельзя получить данные внутри есть эссенция смотрите, тут еще эссенция и разного уровня вот здесь у нас, допустим, контрразведки нету смотрите, у них 500 тысяч защитников но это, это, блин, гладиатор и меткий стрелок это Т2 войска по идее, это все можно даже в соло уничтожать тут герои зелененькие ну, я не знаю 500 тысяч, это, конечно, не шутки но я не думаю, что на самом деле бастион... а вот бастион хаоса... ну, бастион хаоса первого уровня если бастион второго уровня с Т2 войсками может быть, бастион первого уровня вообще с Т1 войсками как вариант, я не знаю я не могу атаковать в соло, да? мне причем кажется, что наверняка уже есть какие-то сейчас групповые атаки вон, на бастион третьего уровня но они уже, похоже... они уже, похоже, у нас выдвигаются так, ну, давайте ради интереса сейчас попробуем создать атаку и посмотрим, что из этого выйдет я только сейчас таланты перекидаю на боевые хотя, мне кажется, ну, вот эти бастионы можно валить и без боевых талантов но чтобы все было по фэншую, сейчас перекидаюсь ребят, в общем, я хотел, да, собрать свою атаку на бастион но тут посмотрел наши ребята, в общем, уже собирали на четвертый уровень бастион один и я, в общем, разведал рядом с ними и тем более они вообще от меня недалеко здесь есть бастион вообще четвертого уровня и там только одна пехота ну, коней, в принципе, у всех навалом и как бы удобно, что его надо бить только одной группой войск можно и всех героев, да, на конницу взять там, если мы на прошлый бастион шли там, как бы, разношерстная была компания ну, точнее, не мы, а они шли я там разведал там были и пехота, и луки, и кони я сейчас, как бы, стараюсь это не проморгать сбор чтобы успеть вкинуться потому что, ну, обычно это как-то тут быстро заполняется полный сбор так что я хочу успеть но, как только в сбор вкинемся я вам покажу данные по разведке так, что, ребята, давайте когда уже? я жду групповой сбор так, вот, джамба начал вступаем закинем коней что еще? у меня, кроме... у меня коней-то это не 200 тысяч можно, в принципе, осадки кинуть сколько мне идти до джамбы? 30 минут? ну, я не знаю давайте ускорю... так, а сколько вообще на сколько он сбор запулил? на 9 минут ну, я сейчас ускорюсь вот так будет нормально я думаю, просто, скорее всего на бастионах большие стены вот, в общем, сейчас покажу данные разведки с этого бастиона на который мы сейчас идем так, нет, это не он ну, вообще, вот, чтобы вы примерно представляли, что у нас на бастионах четвертого уровня тут у нас фиолетовые герои 500 тысяч ловушек и 2 миллиона защитников причем, вот, смотрите защитники разные здесь, например, в основном скрытые снайперы но есть еще маленькая кавалерия смотрим другой бастион на который мы сейчас идем здесь полтора миллиона стражей и три бушета ну, три бушета это вообще не враги при этом, ну, 172 тысячи ловушек это уже, согласитесь, не 500 тысяч то есть, ну, не так много как на прошлом враге кстати, герои еще смотрите, у бастиона свои герои неизвестно не знаю, что они дают наверное, где-то эту информацию тоже можно будет посмотреть то есть, эти же герои они, наверное, как настоящие герои усиливают войска у бастионов также показывают примерную их силу то есть, вот, у этого бастиона 41 миллион мощи причем, непонятно как эта мощь считается понятное дело у простого игрока у простых игроков мощь складывается из всех его исследований в том числе и мирных исследований которые там направлены на охоту на монстров но при этом дают тоже неплохую силу там, каких-то направленных на экономику на сбор ресурсов все это входит в мощь обычных игроков у него из чего мощь состоит наверное, из вот этого войска плюс, там, стена плюс технологии которые у него боевые ну, в общем, я не знаю но со временем я думаю игроки уже смогут вот так примерно просто смотреть на эту силу и примерно понимать что их ждет в бастионе мне пока что неведомо это вообще моя первая атака на бастион и сразу на четвертый уровень давайте посмотрим здесь информацию о бастионе хаоса вы должны собрать групповую атаку чтобы напасть на бастион хаоса к групповой атаке должны присоединиться по крайней мере два сагильдийца да, причем я это уже заметил на них на всех бастионах вот написано требуется групповая атака как минимум двух участников и как бы вы можете собрать групповую атаку но если к вам никто из ваших сагильдийцев не подключится то есть вы как бы один если собираетесь идти то когда таймер атаки дойдет до нуля если вы ну как бы в одиночестве то атака не пойдет то есть там кто-то думал ну и ладно бастионы первого уровня я и в соло могу валить ничего подобного если к вам не подключится ваш сагильдийц то вам просто не дадут произвести эту атаку ну там что-то напишут какое-то сообщение и как бы сбор отменится разведка и групповая атака против бастиона хаоса не деактивирует ваш щит и не активирует запал битвы то есть удобно можно даже из-под щита производить атаки кстати давайте посмотрим как тут наш сбор уже практически полный 2-100 можно было даже на 5 минут заряжать видите все в принципе вкинулись 6 минут до начала сбора ну и мои войска как раз укладываются прямо вот придем аккурат чуть-чуть до до выхода даже никого не задержим так давайте пока что посмотрим какая у нас тут еще информация по бастионам в случае победы бастион хаоса будет уничтожен и вы получите эссенцию если вы проиграете бастион хаоса восстановится до того состояния в котором находился до начала вашей атаки на него богиня афина исцелит большую часть ваших войск раненых или убитых во время нападения на бастион хаоса эссенция может быть преобразована в лаборатории мы сейчас получим нашу первую эссенцию посмотрим что же нам там даст лаборатория что там вообще можно делать пока что для меня это знаете как бы загадка разведка этого бастиона показала что на нем здесь у нас находится эссенция 10 уровня то есть вот я смотрел другие бастионы 4 уровня где-то вот допустим 13 уровня где-то 11 здесь относительно немощные эссенции ну наверное относительно двух других которые я разведывал как бы чтобы вы видели что это действительно наш бастион вот по координатам жму это как раз то куда наш сбор и направлен ну что ребят 5 минут наверное перестану болтать уже ближе к выходу наших войск продолжим съемку так ну что ребята наши войска вот-вот отправятся в бой сейчас посмотрим что из этого из всего выйдет я конечно может быть и зря отправил сюда осадки все-таки потом эти войска будут возвращаться ко мне домой и с осадками долго но вот там в обороне то что там кони точнее там пехота и стены и я подумал ну ладно вкину осадки пускай стены быстрее снесут у нас будут меньше потери но вообще с потерями я вот пока что даже не знаю как тут дело обстоит я спрашивал у ребят на моих глазах они бомбанули другой четвертый бастион я еще не успел в тот сбор вкинуться и я такой спросил сколько потеряли они пишут 102 тысячи убитыми но типа богиня вот эта вот богиня она типа всех то ли почти всех исцелила кто был потерян вот давайте сейчас тоже посмотрим чтобы как бы это сравнить записать сколько у нас войск ну вот мы отправили 160 тысяч 836 кавалеристов и 39 тысяч 164 огненных требушета то есть кавалеристы это все которые у меня есть требушета у меня вот дома еще 8869 осталось но давайте вот эти показатели как бы запомним и сейчас после атаки посмотрим сколько у нас действительно будет потерь то есть будут ли у нас убиты войска которые мы потеряем безвозвратно сейчас проверим мы уже в общем почти здесь 5 4 3 2 1 бастион просто пропал все его не стало кстати бастионов на карте много да стена смотрите прочная но все равно быстро падает все пехотинцы должны разлетаться просто на раз-два там одна пехота больше ни луков никого мы пока что только 2% потеряли вообще нормально можно сказать ничего не потеряли вон отличная работа красиво ну что ж вот такая вот победа посмотрим более подробный боевой отчет погибшие 23 тысячи богиня довольна вашими усилиями многие из раненых и убитых солдат были спасены сохранено 58 тысяч то есть это что получается 23 плюс 35 50 да то на то и выходит она ну 50 58 ну тут 58 700 она сохранила она практически всех сохранила то есть вы там наверное теряете наверное там ну максимум 10% от тех кого вы потеряли вы потеряете наверное 90% раненых и убитых богиня просто возвращает давайте посмотрим я не знаю допустим мой личный результат по моим войскам так где я тут что потерял себя вот моя армия у меня 1604 погибших 2404 раненых уничтожено врагов 131 тысяча вот кстати не обратил внимание бастионы идут ли в зачет как это убитых то есть можно ли на них стату набивать на бастионах если можно ну как то это же все таки какие то другие убийства они мне кажется должны идти в другой зачет не знаю так но тем не менее что у нас здесь наши войска возвращаются назад 160 вот было 836 стало 795 и здесь ну сколько было столько и осталось совсем ну совсем капельку потеряли сейчас еще проверим эссенция добытая вами и союзниками сохранена в лаборатории давайте взглянем давайте взглянем нажмите для преобразования лаборатория позволяет преобразовывать эссенцию лаборатория хранит до 3 эссенции одновременно вы можете удалить ненужную эссенцию ага то есть я беру 3 эссенции и она вот 12 часов она преобразовывается в чистом виде эссенция это нестабильный источник энергии однако она может быть преобразована в любые предметы не забывайте забирать преобразованные предметы до начала нового преобразования то есть я так понимаю вот я сейчас допустим с гильдии снесу 3 бастиона и все потом мне временно будет нечего делать и я могу там конечно снести слабенькие бастионы и наверное эссенция с более слабых бастионов возможно преобразуется быстрее а с более мощных бастионов дольше но при этом награда будет выше не знаю давайте почитаем что тут нам пишут вы можете получить больше эссенции разрушая бастионы хаоса лаборатория может хранить не более 3 эссенции одновременно вы не сможете получить больше эссенции если уже собрали 3 вы можете потратить золото чтобы удалить эссенцию после завершения преобразования эссенции в лаборатории вам необходимо забрать преобразованный предмет До того, как вы сможете начать новое преобразование Ну что ж, понятно Причем можно удалить Опасно жать Там, правда, пишут, что за золото Я не знаю, просто боюсь, что Мне кажется, высветится сообщение Типа, хотите удалить эссенцию Типа того Но я что-то рисковать не хочу Поэтому не буду жать, проверять В общем, я так понимаю Надо еще две эссенции И, к сожалению, я, не знаю Ну, наверное, либо потом доснять Кусочек и уже вам покажу В видео, что же нам в итоге эта эссенция Принесет, ну и постараюсь За кадром еще парочку добыть Так, ну что, ребята Делаем еще одну Атаку на бастион Я здесь за кадром пообщался с парнями Поздавал вопросы всякие Ну, то есть мы выясняем про эти бастионы Общаемся, обмениваемся информацией Спросил, сколько открывается эссенция Первого уровня Выяснил, что она открывается 3 часа Ну, то есть вот та эссенция, которая добывается С бастионов первого уровня Открывается 3 часа Ну, моя с четвертого уровня, да Она с бастиона четвертого уровня Открывается 12 часов То есть я могу предположить, что Наверное, с бастионов второго уровня Эссенция открывается 6 часов И, соответственно, с бастионов третьего уровня Эссенция открывается 9 часов Ну, это как бы мое такое первичное предположение Я не могу ничего утверждать Но, наверное, так было бы логично Также здесь вот наши ребята предпринимали сейчас неудачную атаку на этот бастион Я спросил, сколько у них войск полегло убитыми, сколько ранеными и сколько восстановила богиня И сравнив вот эту их атаку и ту атаку, которая у нас была до этого, я высчитал, какой процент войск восстанавливает богиня Ну, если так, знаете, в принципе она практически восстанавливает 99% войск То есть, ну, как бы, смотрите, там 98 вышло целых и 9,99 в одном случае и в другом случае 98 целых и 98 сотых Ну, в целом, короче, 99% она войск восстанавливает То есть теряете вы на весь ваш сбор только 1% войск При этом я думаю, что она работает по следующему принципу То есть в первую очередь она, скорее всего, восстанавливает именно тех, кого вы потеряли убитыми А потом уже восстанавливает раненых И вот тех, кого восстанавливает богиня, они все, они сразу же моментально, как бы, оживают Вам не надо ни ресурсы тратить, ни время А вот тот 1%, кого она не восстановила, он попадет к вам в больницу Но 1%, раскиданный на весь сбор, это просто какие-то копейки, гроши Вот я своих коней восстановил, там, причем была какая-то жалкая кучка Ну, там, я не знаю, немного коней у меня попало в больницу И теперь у меня, как видите, опять все те же 160 836 коней То есть я никого не потерял И, судя по всему, скорее всего, никто никогда никого вот на этих бастионах терять не будет Единственный случай, когда можно кого-то потерять Это в том случае, если у вас забита больница, а вы еще вкинулись в сбор в бастионы Тогда, ну, вы потеряете, там, ну, буквально, вот этот 1% раскиданный на все войско И там, ну, то есть вы там потеряете 0, там, сколько-то там Вот, кстати, смотрите, что-то я не знаю, что-то какой-то у нас полди не пробил Давайте посмотрим Не справились, смотрите-ка Ну, у нас вот сейчас полди собирал, до этого джамба собирал, с джамбой справлялись Нас 2 и 3, их тут 2 и 6 Стена падает Нас 2 и 2, их 2 и 1 И смотрите, как резко падает наш боевой дух Во-первых, смотрите, какого он берет героя Вот этого, пройдоху Пройдоха вообще ничего не дает войску Никакого бонуса, никакого буста Вижу, что лидера он все-таки брал Это как бы хорошо Но пройдоха, он абсолютно ненужный герой в бою Вот это как бы сразу ошибка Че, даже не близко, я не знаю Может быть, у него таланты небоевые Я не знаю Но что-то, ребята, явно не так Я не знаю Может быть, вещи плохие одеты Может быть, у него наука плохо на войска вкачана Но что-то здесь не чисто Потому что, ну, можно, конечно, там посмотреть по сбору Может, мы там всякой лажи накидали Но все равно Я, наверное, с полди больше ходить в совместную атаку не буду И вообще, знаете, вот у этого обновления есть один действительно положительный аспект Он заключается в том, что вот эти Я, правда, знаете, с одной стороны положительный аспект С другой стороны отрицательный Вот эти вот атаки сейчас на бастион Это хорошая площадка для того, чтобы тренироваться Во-первых, учиться, да, там правильно делать сборы То есть, если у вас, да, какая-то гильдия Кто-то делает сбор, и он справляется с бастионами А кто-то другой делает сбор, и не справляется Так, пошел разбор полета Почему не справляешься, да, там То есть, уже идет момент обучения в гильдии Так, а ты погоди, а ты лидера брал в атаку? Так ты же лидера не брал, чего ты хочешь, да? Или там, лидера брал? Отлично, давай посмотрим А какие у тебя боевые таланты стояли? Или там, ага, таланты у тебя нормальные? А шмот какой носил? Ага, там, ну и прочее Во-вторых, это такой момент, подстегивающий игроков Которые даже, там, допустим, фермеры И вот раньше, я помню, в гильдиях Мало кто качал боевой зал, чтобы делать сборы Теперь есть повод, чтобы делать, действительно, сборы И отправлять большие войска, да? То есть, ну, как бы, собирать войска именно на бастионы Ну, и в целом, это такой, как бы, момент Действительно, обучающий людей воевать Потому что раньше многие гильдии Там толком никто никогда не воевал И поэтому, когда ты нападаешь на чье-то улье Там люди такие ошибки делают Вот сейчас это плохо Потому что ты нападешь на улье А они на тебя сделают нормальный сбор И лидера возьмут, и таланты перекинут И прочее, потому что они уже на этих Вот этих бастионах научатся Как правильно делать сборы И, ну, в общем, как побеждать В общем, ну, на мой взгляд, эти бастионы Это такая хорошая тренировочная площадка Для того, чтобы получать знания Как правильно и эффективно воевать, да? То есть, в них войска не теряешь Поэтому здесь можно тренироваться И набивать руку И, как бы, вообще сплачивает коллектив Чтобы больше делать совместных действий Ну, а также это, как бы, дополнительный элемент в игре Это уже хорошо Как бы, какое-то разнообразие игрового процесса Да и плюс к тому, ну, не знаю Мне кажется, может быть, если игроки будут чаще заняты Этими бастионами То они меньше будут жечь друг друга Может быть, новичкам попроще будет в игре Так, ну вот, ребята Я тут нашел, в общем, куда раскидать свои войска У нас один парень из гильдии Делал сбор на бастион второго уровня И я вкинул ему свое войско Подумал, что, ну, ладно, наверное, у парня Он, ну, как бы, в двухста километрах от меня В трехста Это не так уж далеко Ну, правда, и не сильно близко Но я как бы сразу, типа Чувак, я кидаю войска Но ускорять их не буду Потому что, знаете, я вообще сейчас подумал Из этих бастионов Сейчас, наверное, все довольно быстро Свои ускорялки Все войска потратят Потому что, ну, как-то там Они копятся, копятся Потом во время Обычно, когда там Ну, какие-то войны Успеть там вкинуться в сбор Во время реальных войн Ну, обычно эти ускоры Они все на войны тратились А сейчас, мне кажется Их люди быстро на эти бастионы потратят Ну, если не состоят в улье Ну, и я подумал Блин, эти ускорялки Еще потом на войну понадобятся И я такой, чувак, я вкинусь Ну, как бы это Если что Отошлешь мою армию назад Как бы, если тебе не надо То сразу говори Что они идти будут полчаса Ну, вот сейчас мы с этим парнем Разнесем бастион И там еще В это же время Ну, как бы чуть погодя Один парень начал Сбор на бастион четвертого уровня И я такой, блин А у меня Ну, чтобы хотя бы до него добежать Мне нужны были кони Ну, потому что пехота Луки Там, осадки Они долго идут Так, здесь у нас миллион Ну, это слабый бастион Второго уровня Здесь и войска Второго тира Они долго не проживут Да, уже минус сорок У нас даже и проценты не потеряно Ну, собственно говоря Ожидаемый результат Вот такие Можно даже и в соло Было бы сносить Но, видите В игре есть ограничение Что в соло никуда Это все-таки командная игра И вот чтобы это Так скажем Гильдиям Было чем заняться Я вообще, кстати, ребята Еще вот такую вещь Сейчас прослеживаю Что многие гильдии Они сейчас Даже те, кто были Раскиданы по карте Собрались в улей Чтобы вот эти бастионы Эффективнее Атаковать И Ну, ведь КВК уже близко И В преддверии КВК Улья Это как бы гремучая смесь Ну, мне кажется Если Как бы все Так пойдет и дальше То хотя бы на КВК Будет проще очки набить Так, ну вот, ребята Мои войска Дошли Войска Ярла Подтянулись Здесь Ну, кстати, не близкий путь Хотя и недалекий Сейчас Довольно быстро дойдем И За прошлый бой Нам дали Так Здесь нам дали Эссенцию 5 уровня И это немного Но Я как бы это Хочу сейчас Особо Не заморачиваться Хотя бы Вот 3 эссенции набить И На время отвлечься От игры Так-то, конечно По-хорошему Хорошо бы С более высоких Бастионов Наверное Собирать эссенцию И Пускай она дольше Открывается Но зато и Подарки будут Более весомые Так, ну что Вот еще один Бастион 4 уровня Смотрим На самом деле Вот мы тоже Тут сейчас С ребятами в чате Рассуждаем Можно ведь Вполне Наверное И бастионы 5 уровня Бить Хотя у нас Как бы Не такая мощная Гильдия Но если Встретиться Вот как нам До этого Встречался Бастион 4 уровня Но в котором Допустим Были войска Только одного Класса Только Пехотинцы То есть Все знают Что пехота Легко убивается Кавалерией И при этом Можно Ну как бы Свести на нет Преимущество Урага При том что У него Т4 Если выбрать Войска Допустим найти бастион Где только луки Да и снести их Пехоты Да при этом Там одев Соответствующий Шмот А вот сейчас У нас Что то не Покатило 40 процентов 42 37 Не пошло 30 А вот смотрите Под конец Буквально Это Ну нормально А было опасно Я поначалу Даже боялся Что Не победим Но тем не менее Победа Я правда В эту Атаку Отправлял Всего лишь Одного Коня Но этого Достаточно Чтобы получить Эссенцию Просто у меня Реально Ну как бы это Все войска Были вот в том Сборе Которые сейчас Возвращаются С бастиона Второго уровня У меня 200 тысяч войск А туда я отправил Просто одного Коня Ну потому что Это быстрый воин И только он бы Успел Вкинуться в сбор Без использования Ускорений Все остальные Шли бы слишком Долго И даже за одного Коня Все равно Эссенцию Дают Но это Ребят Для вас Так На заметку Ну а вообще Как бы на бастионы Ходить Абсолютно Занятие Не страшное Потому что Вы при этом Абсолютно Ничего Не теряете Да Ну Максимум Там маленько Чуть-чуть Вам Войска Отправится В больницу Все остальные Лечатся Богини Там 99% Для всего Сбора Это За глаза Ну что Ну и по поводу Вот этой штуки Это все таки Я как бы Я вообще сам по себе Человек Не азартный Поэтому Ну Это на мой взгляд Знаете Такая Этакая Типа Беспроигрышная Лотерея Но Для того Чтобы в ней Поучаствовать Нужно Купить билет А подарки Вот эти Ну почему Беспроигрышные Потому что Вы вроде как Тратите Вот эти Звезды И получаете Подарок Но подарок Он как правило Всегда Дешевле То есть Если вы будете Покупать звезды За самоцветы То подарки У вас будут Ниже Стоимостью Потраченных Самоцветов И все ради чего Вы покупаете Эти звезды Это В надежде Сорвать Джекпот Но Как известно Это Тратится все А джекпот Срывает Единицы Возможно Я не знаю Может быть При На элитном уровне Легче Добыть Джекпот Хотя Ну вряд ли Вряд ли Это где-то Просто Может быть Там подарки Просто бодрее Веселее Но Чтобы открыть Элитный уровень Там Надо купить Что там говорили Вот Набор В который Входит Золотой бонус И там Ребята В чате Пишут Что это Скорее всего Набор Который Стоит Больше 100 долларов Ну в общем Довольно Дорогое Удовольствие Хотя Я Вот Про донат Я не особо Разбираюсь В игре Поэтому Ничего утверждать Не буду Ладно Ребят Ну я думаю Вообще В целом Вам Суть обновления Ясна По крайней мере Я Все понял Эссенция у нас Теперь Стоит дома Вы уже Проводите Преобразование А что Погодите Ну вы же тоже Преобразовываетесь Мы не можем Преобразовывать Сразу Посмотрите Это у нас 13 уровня Это у нас 5 5 нам не интересно Вот эту я могу Ага Я могу за раз Только одну Эссенцию преобразовывать Я думал Я их могу Собрать 3 А я их Оказывается Могу собрать 3 А преобразовывать За раз Могу только одну Ну это Даже не интересно То есть Я уже Можно сказать Забит То есть Мне только Надо Через Несколько часов Зайти в игру Поставить Следующую Эссенцию На преобразование А вот эту Которую мы Сейчас вытянули 5 уровня Ее скорее всего Я потом Заменю На какую-то Эссенцию Более высокого Уровня Все Теперь Я понял Я то думал Что за раз Их можно будет 3 преобразовывать Ну и как бы И держать можно Одновременно Только 3 А их оказывается Держать можно 3 А преобразовывать Только одну Ну Да и кстати Ребят Вот тут тоже Пишут в чате Хм Странно Эссенция 10 уровня Преобразовывается 12 часов А 13 уровня 8 часов Это Что-то не так У тебя У меня Так же Напишу Ребятам Потому что Действительно Да У меня же сейчас Эссенция 10 уровня И тоже Она преобразовывается 12 часов А вот она Эссенция 13 И преобразовывается 8 часов Ну что-то Что-то тут Непорядок Какой-то Так Ребят Ну вот 2 часа осталось До открытия эссенции Я на самом деле Хотел В этом видео Показать Что же все-таки Из этой эссенции Выпадет Поэтому Ждал Но знаете Уже поздно И Я понимаю Что либо я Выложу это видео Сегодня Либо я уже Пойду спать И только завтра Выложу И хотелось бы Чтобы оно было Как-то более актуальным Вот только вышло Обновление И вышло видео И то уже Весь день прошел Так что Пожалуй давайте Этот момент Мы оставим За кадром Но если что Я напишу в комментариях Что же отсюда выпало И там продолжим Открывать следующие эссенции В общем Да И ребят Поскольку никто не знает На самом деле Что падает С этих эссенций Я подумал А давайте составим Вместе Картотеку дропа То есть В моей группе Вконтакте VK.com 11.1 VK Ссылку я оставлю Еще В описании К этому видео Я решил создать Специальную тему Lords Mobile Дроп с эссенцией Вот заходите в мою группу Заходите в обсуждениях В эту тему И ниже в комментариях Пишите Что вам выпало С ваших эссенций Пишите Уровень эссенции И что выпало Только ребят Пожалуйста подробно Если вам Допустим Из одной эссенции Выпало Две карточки По 150 тысяч пшеницы То не пишите Просто Мне выпало пшеница Или допустим Мне выпало 150 тысяч пшеницы А так и пишите 2x 150 тысяч пшеницы А вообще Лучше Подкрепляйте Все это дело Скриншотами И давайте Вместе Попробуем Составить Какую-то Картотеку Того что С этих эссенций Падает В общем На этом у меня Ребята Все С вами был 11101 Если вам понравилось Подписывайтесь Ставьте лайки Всем спасибо Всем пока